кто а это я торможу держи телефон еще подожди ключи на бумажник всем привет это ли он соответственно мы нашли этих девчонок сняли их но дальше я не могу рассказывать всем привет это ли он сегодня я в шоу поясни за клип и мы разбираем пыль и ай-яй-яй я ищу доказательства того что ты с ним чтобы смело уйти во все тяжкие первый клип по имени пыли был снят изначально в лос-анджелесе но потом мы вместе с режиссером филиппом ли решили расширить эту историю и до сняли небольшую часть в майами и потом полетели в нью-йорк для того чтобы снять основную часть его поэтому получился такой масштабный большой клип под именем пыль никто никому ничего не должен никому ничего не должен ошиблись однажды все теперь каждый сам по себе это идея филиппа ли он предложил такую схему когда клип разрывается на диалоге либо разрывается на прочтение самого стиха который потом перерос в песню а разговоры это наше общение с героиней настоящее общение где мы оба пытаемся понять сравнить ощущение друг друга свое отношение к отношениям изначально идея состояла в том чтобы показать около 15 может быть даже 20 разных характеров женщин для того чтобы продемонстрировать что женщина каждая является эксклюзивностью что это целая отдельная вселенная неважно от цвета кожи либо от вероисповедания это была основная идея но потом после того как мы немножко отошли от этой идеи мы решили крутиться все-таки вокруг одной героини которой стала кристина изначально мы сняли практически весь клип в лос-анджелесе был кастинг были был сбор среди всех друзей подружек и так далее потому что требования были непростые я хотел видеть девчонок которые не похожи на скажем так современные инстаграмные истории да где все не похожи на себя в жизни где картинка заменила реальную жизнь мое основное требование было все-таки оставаться собой соответственно мы нашли этих девчонок сняли их в лос-анджелесе как бы это не звучало но дальше я не могу рассказывать в даунтауне лос-анджелеса для того чтобы снимать необходимо разрешение для того чтобы просто даже не перекрывая улицу а снять возле какой-то дороги необходимо разрешение конкретной зоны то есть это area подпадает под счета управления вы идете к ним платите им деньги и вам выдают разрешение вплоть до поддержки полиции если копы приезжают вы показываете вот у нас все в порядке все по белому и снимаете так устроен в основном весь лос-анджелес то есть просто где-то снять просто так не получается как у нас все должно быть оговорено одну из основных локаций где мы снимали мои синхроны они не вошли в финальную версию клипа мы их пересняли потом нью-йорке но в лос-анджелесе мы сняли мои проходки в очень легендарном месте где может вы помните терминатор 2 где вот терминатор на мотоцикле прыгал с моста вниз на большой грузовик это очень знаковый кадр вот и мы собственно в этом месте в этом мини каньончике снимали это вообще военные объекты для того чтобы там поснимать нужно было просить не только у разрешения у города именно у военных то есть они проверяли кто мы что мы что мы хотим что мы замышляем и тогда только мы получили разрешение на съемки там то есть это не просто но кто ищет тот всегда найдет мы не планировали эту съемку с небом мы приехали абсолютно случайно к знакомому который разрешил нам подснять одну из локаций и увидели это невероятное небо это волшебство которое происходило со мной там и режиссер просто вас потащил сказал так становитесь быстрее давайте работаем снимаем и все получилось так как получилось и я благодарен мне кажется что иногда звезды становятся именно так как нужно и это происходило именно тогда может быть это все утрясется как-нибудь потом через время через время это все как-то уляжется прикольные истории такие что мы сняли около 20 девушек нереально красивых классных я благодарен каждый из них кто пришел и согласился в эту съемку но к сожалению в итоговый клипа я попала около секунд 10 может быть 12 поэтому большинство было вырезано те кто остались они остались буквально по одной полторы секунды вот поэтому спасибо вам за то что вы вписались в эту авантюру и извините фух я все не знал как перед ними извиниться это важно очень это я виноват во всем это я упустил свое счастье утащил нас на самое дно мы сняли громадный клип лос-анджелесе но потом мы вместе с режиссером через время решили что он недостаточно раскрывает песню и мы не получили то что мы хотим было решено его до снять переснять я соответственно накопил бюджет и прилетел уже в майами собственно когда я прилетел на досъемку этого клипа начался ураган весь город был эвакуирован я попал как раз в самое пекло никого не было вообще из жителей в майами около трех дней не было воды доступ к еде был запрещен у то есть его не было супермаркет и все было забито полностью и это был один из знаков еще одних знаков что может быть мне не нужно снимать этот клип но я его воспринимал как это еще одна преграда для того чтобы закончить и сделать это еще круче и собственно говоря мы так и сделали мы дождались пока все утихнет режиссер вернулся с семьей в майами мы собрались силами и сняли его еще круче и клея я ему снимали в украине его снимал андрей лисанов главный режиссер этого клипа идея мы обсуждали вместе снимали в украине потому что у нас давно была идея снять что-то такое в горах мы давно обсуждали этот клип ой-яй, и так получилось, что я ему предложил в этот момент прилететь с героиней и сразу снять его у нас, поэтому он был снят через две недели после «Пыль». Получается так, что с героиней я не был знаком до съемок клипа «Пыль». После этого урагана я набрался смелости и позвонил ей, и по телефону объяснил историю, смог договориться с ней о съемке в Нью-Йорке, о ее участии. И сразу же мы договорились о том, что мы после этого полетим вместе в Украину, снимем вторую часть. Так и произошло. В клипе «Ай-яй-яй» разорваны временные отношения, и там не совсем понятно, в каком времени происходит непосредственно все бегание по лесу, что это за героиня в не очень понятном платье, которое не ясно совсем сейчас какой год на дворе, да? И он очень сильно перемешан специально с воспоминаниями. Воспоминания — это ключ в этом клипе. И, соответственно, на этом и была построена вся идея самого клипа. На запутывание зрителя, на том, чтобы зритель сам себе ответил, это правда или вымысл. Внимательный зритель может нажимать паузу в клипе «Ай-яй-яй» и находить очень-очень много отсылок к клипу «Пыль». К примеру, куча фотографий, которые выбрасывает героиня, на них есть кадры, которые были сделаны в то время жизни, когда была снята пыль в американской истории. И в то же время в этом же клипе «Ай-яй-яй» есть кадры из Львова, либо кадры из Киева, которые потом тоже появляются на фотографиях и появляются в виде сториз у героя. То есть это такая немножко фильм-момента, знаете? Это то, чего я добивался. Это вот эта замкнута система и в то же время ее открытость, когда ты можешь посмотреть на все это в любой форме. Ты можешь эти клипы поставить вот так, вот так, либо совместить их, и оно будет совмещаться. Значит, если это происходит, то задача моя была выполнена. Когда герой бежит по лесу, то его преследуют его воспоминания. Воспоминания в виде реальных сториз, которые были в Инстаграме. Все очень просто и в то же время не очень просто, потому что это наша жизнь сегодня, которая состоит из вот таких вот отрезков, осколков. Собственно, он пытается от них убежать. А героиня везет с собой в чемодане тоже свой вид воспоминаний в виде фотографий. Это ее крест, ее багаж. Самый важный момент, самый внимательный зритель заметит, что героиня клипа «Пыль» и героиня клипа «Ай-яй-яй» между собой похожи. Разная это героиня, либо одна и та же. Это предстоит ответить вам, зрителю. Напишите мне в комментариях нам на Мегаголайф. И мы вместе поймем. Для тех, кто только начинает, я думаю, что не нужно запариваться насчет бюджетов, денег. Нужно думать над идеей и над подачей. Работать больше над собой. Все остальное придет. Если песня классная, она залетит в любом случае. Как показывает практика нашей хип-хоп-зирки Алены Алены, главное талант. Другой вопрос, что ты не можешь всегда довольствоваться чем-то обыденным. То есть если ты растешь, как произошло в моем случае, то ты ставишь для себя каждый раз планки выше и выше. И у тебя требования повышаются. Это была оправданная глупость моя, что это должно быть дорого, это должно быть снято на таком-то уровне. Но я могу себе это позволить. Я дошел до этого. Я до этого дорос сам.